Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня мы поговорим о покупках для дома. В частности, покажу вам пару своих декоративных находок, расскажу о средствах для уборки и покажу пару средств для ухода за комнатными растениями. И прежде чем что-то показывать, хочу вам показать свои руки, потому что они полностью расцарапаны и нет, это не суицидальная наклонность. У меня тут появился временный сожитель, который сейчас скрызет мой провод от микрофона. Джерик, иди сюда. Иди, мать. Джерик. Знакомьтесь, это Джерик. И сейчас он у меня не хочет сидеть на руках, вырывается, поэтому мы его отпускаем. Иди, Джерик. Ты уж хотел идти. Я хотела бы первым делом начать с декора, потому что в последнее время я не могу пройти мимо каких-то милых статуэточек, мягких игрушек и так далее. В общем, в один из вечеров мы пошли закупаться продуктами на неделю в самый обычный супермаркет, и там я увидела картонный домик, в котором сидели очень много просто милейших игрушечек. И прям без одного из них я не могла оттуда выйти. Это вот такой вот зайка в свитерочке. Мне кажется, это самая милая игрушка в моей коллекции. Детали все сделаны очень качественно. У него ручки-ножки двигаются. Вот. И свитерочек даже можно снять. На самом деле из этой серии там очень много игрушечек. Если я найду вам фотографии, обязательно где-то здесь вставлю. Сейчас украшает нашу тумбочку. Радует нам глаз. И действительно у нас все гости в восторге, когда его видят. Те, кто смотрели совсем мои давние видео, скорее всего знают, что я просто обожаю котов. У меня на канале даже есть отдельное видео. Там, где я показываю свою коллекцию наклеек, вырезок с котами и так далее. Если хотите, я вставлю ссылку внизу. Так вот, еще до появления Джерри в нашей квартире я купила себе пару статуэток кошечек. Первый котенок это на самом деле детская заготовка. Она сделана из гипса. И предполагается, что дети должны ее разукрашивать. Но мне понравилась очень форма. Я решила вообще никак ее не декорировать. Единственное, добавила вот такой вот красненький бантик. Мне кажется, смотрится очень мило. И мне лично было бы жалко ее разрисовывать. Следующего котика я уже привезла из Египта. Мне кажется, у каждого, кто был в Египте, есть такой котик. Там их называют кисками. Я, как коллекционер статуэток котиков, просто не могла там пройти мимо. Совсем недавно с Алиэкспресс мне пришел вот такой вот керамический цветочек. Точнее, это розочка. На самом деле, я не сразу поняла, что это такое, что с ним делать. Но потом увидела на обратной стороне крючочек. И я так понимаю, что это нужно вешать на стенку. Красивенький декоративный элемент, но, честно, я не вижу его на стене. Да и вообще, мне кажется, это вряд ли впишется в какой-то декор. Поэтому просто ставлю ее на полочку. Выглядит довольно необычно и мило. И у меня еще есть идея использовать ее при съемке косметики. Ну, вы помните, когда я снимаю свочи, то есть близко показываю какой-то продукт. Мне кажется, это будет так нежно довольно выглядеть на фото и видео. Для тех же целей в Юске я купила вот такой вот горшочек с искусственным цветком. Он керамический тоже, маленький. У меня там были планы снимать почаще всякие рецепты масок для лица и так далее. Мне кажется, это было бы интересным акцентом для кадра. Там, где я смешиваю все ингредиенты, скажем так. Сейчас у меня просто стоит на полочке. Очень скромненько, так ненавязчиво выглядит. И действительно, сдалека похоже на настоящее растение. В том же Юске буквально позавчера купила вот такие вот пакетики для ароматизации белья. Я давно на них смотрела. И в Юске они есть с разными ароматами. У меня кажется, это какой-то зеленый чай, то ли что-то такое. Но, в общем, запах очень-очень свежий. Как будто вы вот только-только выстарили белье. Вы спросите, какой смысл в только что выстаренное белье порошком класть ароматические пакетики? Все дело в том, что я стараюсь покупать более щадящие порошки. Иногда даже без отдушек или предназначенные для детской одежды. Мне почему-то кажется, что они более безопасны для кожи. И для того, чтобы придать вещам такой свежести, я покупаю эти пакетики. В наборе их идет 5 и каждый из них рассчитан на 2 месяца. Я лично маньяк свежего постельного белья. У меня это просто дико поднимает настроение, если оно очень приятно пахнет. Что касается средств для уборки. Если вы помните, в предыдущем видео я говорила о вот таких вот моющих универсальных спреях от Frackenbock. Так вот, я прям очень хочу показать их еще раз. Потому что, так как у нас появился котик, нам нужно значительно тщательнее все это убирать. Что касается мест кормежки, места кошачьего лотка и так далее. Изначально я думала, что мне нужно средство, которое хорошо нейтрализирует запах, обеззораживает поверхности, а также относительно безопасное. Потому что, как бы, котик там ходит, кушает, облизывает лапки. Это все попадает ему со слюной внутрь. Поэтому мне показалось, что идеальным вариантом будут вот такие вот моющие средства. Первое для кухни, второе универсальное. Они оба с цитрусовым ароматом, а вы знаете, как котики относятся к цитрусам. Как по мне, это является плюсом. Потому что, если котик в один момент не вспомнит, где находится его лоточек, вот эти вот средства очень даже помогают. Конечно же, использую их по целевому назначению. Вот этот вот для кухни. Сейчас протираю все столы, потому что, опять же, кот везде лазит лапами. И мы за ним не всегда можем уследить, для того, чтобы поверхности были более чистыми. Это прям самый удобный и безопасный вариант. Хотела бы вам еще показать пару средств для туалета, раз мы об этом заговорили. Нашла я вот такой вот туалетный утенок цитрусовый, который не сильно прям штаняет хлоркой. Он, конечно, цитрусом пахнет очень-очень легко. Но мне, например, нравится, как он распределяется по поверхностям, как он смывается, и что после него остается действительно такой легкий запах дезинфекции. А не штынет хлором, что просто нельзя зайти. Если же вы прям вообще не переносите запах хлорки дезинфицирующих средств, присмотритесь к вот такому вот чистящему средству для унитаза от Прекенбок. Вот честно, я раньше не знала, что у них есть такие средства. Возможно, это их какая-то новинка. У меня с кедровым запахом и все той же экоформулой, он вот вообще не пахнет хлоркой. Как по мне, и на хвою запах не очень похож, более такой сладковатый. Он очень густой. Из ободка унитаза сползает в нить еще где-то минут 15, что дает возможность его хорошо продезинфицировать. Сейчас, опять же, когда у нас котик, это очень универсально, потому что не отпугивают его от унитаза и от своего лотка, в частности. Я совсем недавно загорелась мыслью почистить ковры у нас, наконец-то, в комнатах. Мы живем уже в этой съемной квартире два года, и до этого пользовались только пилесосом. Почему-то мне захотелось более глубокой очистки. И в магазине я нашла вот такое вот средство, которое называется Bio Carpet. Это написано, что это новинка. Раньше никогда его не видела и не замечала. Называется это шампунь для ковров. И может использоваться также для мебели. Я им уже пробовала чистить ковер, кстати, здесь на кухне. Мне очень понравился результат. Довольно прост в применении. Запах похож на средство для мытья машин. Также пробовала использовать его на подлокотниках диванов и кресел. У нас они светлые, там действительно все видно, каждое пятнышко. По сути, пилесосите, наносите пену, еще раз пилесосите. Все. Единственное, целый ковер им почистить, мне кажется, нереально, потому что это мега долго. Эта средство больше подойдет для удаления каких-то пятен или определенных участков ковра. Те, кто смотрит мои влоги, знают, что я очень люблю выращивать растения на подоконниках. Поэтому я подумала, почему бы не поделиться покупками для комнатных растений. В частности, я купила вот таких вот два удобрения. Первое, это вот такие вот палочки, которые у нас ставятся внутрь земли. Вы их поливаете, они растворяются. И вот на протяжении двух месяцев они как бы подкармливают растения. На самом деле, мне не очень нравится это средство, потому что оно не работает. Ну или работает, но моим растениям это явно недостаточно. Для своих розочек я нашла прям супер средство, мега бюджетное, но очень классное. Называется оно Джорело. Это нашего отечественного производства, но оно работает очень круто. Это вообще биопрепарат. Им можно подкармливать и корень растения, можно обрызгивать листья от всяких вредителей и так далее. Ну в общем, если вы любите выращивать розы, как я, я думаю, у нас немного здесь будет. На этом все. Вот такие вот покупки для дома у меня были на этот раз. Надеюсь, вам это было интересно или полезно. Напишите в комментариях, нравятся ли вам такие видео и стоит ли мне снимать их дальше. Спасибо вам большое за внимание, а я вас всех целую и пока!